Тимус. Что такое тимус? Мы все знаем, что это вилочковая железа, но в ней есть определенная особенность. Это единственный орган, который со временем исчезает из нашего организма. Почему многие монахи, советские монахи, еще кто-то, какие-то гуру, почему они все делают акцент на шишковидной железе, а не на вилочковой железе? Именно потому, что вилочковая железа у нас к определенному возрасту уменьшается. Если вы посмотрите в разрезе человека 70 лет примерно, то этого органа у него уже, как правило, не существует. Но его можно возобновить на любом этапе. Что такое возобновить на любом этапе? Мы же все с вами слышали уже неоднократно рассказы, и даже в Ютубе есть ролики. Ссылки, ребят, не просите, не дам, не буду ковыряться по новой. Я их смотрела уже несколько лет назад, может быть, их убрали, может быть, появились какие-то новые. Когда ампутированные органы, ампутированные конечности, самое простое, банально, руки, ноги, что у людей они отрастали. И это говорит, еще раз говорит о том, что мы с вами можем отрастить любой орган нашего тела. В том числе мы можем возобновить вилочковую железу. Вилочковая железа, что такое вилочковая железа? Вилочковая железа, она отвечает за жизнедеятельность нашего физического аватара. У ребенка, когда ребеночек рождается, то есть нет, я не нашла правду. Может быть, если кто-то найдет, скинет мне, я, если посмотрю вот эту информацию, может быть, дам еще какую-то другую, кстати, неся какие-то информационные пути. Но я не нашла ни в одном источнике, когда у ребенка начинается формирование вилочковой железы. Ни в одном источнике не нашла. Но я нашла, что очень много, до 7 лет у ребенка она в максимальном объеме. В максимальном объеме человеческом до 10 лет у нее не пик увеличения, а пик созревания. А после 15 лет она уже останавливается и после 30 лет идет на убыль вилочковая железа, которая отвечает за жизнедеятельность и жизнеспособность нашего именно физического аватара.